Итак, братья и сестры, в этом видосике речь пойдет о душе, духе и формах, в которых они обитают. Я всегда люблю говорить метафорами, ну потому что, говоря о необъяснимых вещах, очень важно говорить простым, понятным языком, а нет ничего проще, чем примеры, понятные на других примерах. Тавтоложка, тавтоложка. Так вот, говоря метафорами, а еще обязательно, вот я, конечно, люблю все-таки мат. Вот, я считаю, мат это как небольшая или большая специя, специя для речи, для языка, потому что, ну, можно выражаться литературно, эмоционально, но во всяком случае в русском, да и в английском языке мат все-таки конкретно может уникально дополнять сказанное и расставлять акцент. Так вот, касательно форм духа и души, которые они, скажем так, могут здесь иметь. Вот первое, что хочется сказать, снова же, вот в очередной раз повторюсь, что все эти вещи приходят через медитацию, через наблюдение, через покой, который находишь внутри. И расслаивание личности, которое происходит в процессе прихода к этому покою. Так вот, что хотел, собственно говоря, сказать, что вот представим, что для того, чтобы вот понять, объяснить, что такое человек, вот один из примеров, и, как мне кажется, очень хороший. Это вот, если мы представим на примере техники, вот есть телевизоры, холодильники, микроволновки, компьютеры. Это все формы. У них есть контент или функции, которые они выполняют, или контент, который они показывают. Это информационная составляющая, это душа. И есть электричество, на котором они работают. Это дух. Вот важно, можно быть в любом, скажем так, режиме, да, имеется в виду акцентировать свое внимание, внимание своего существа на любом из этих аспектов. Например, когда опыт приятный, можно чувствовать себя формой. Именно акцентировать внимание на своей форме. Когда контент приятный, да, это какие-то чувства или информация, которая через вас проходит, или которую вы созерцаете, просто созерцаете. Потому что пребывать формой, например, интересно, когда идет какая-то физическая активность, да, вот это может быть секс, вождение, автомобиля, спорт. В общем, когда вы работаете больше с информацией, будь это чувства или мысли, то интересно наблюдать за контентом. Вот. Ну и непосредственно покой, о котором говорю я, и состояние, которое приводит медитация, это вот что-то сродни осознания себя током, током, духом, который питает все, и, как я и говорю, которого нет начала, нет конца, нету дуальности, нету... То есть это платформа. Еще одна метафора, которую вот тоже я часто применяю, это... Вот раньше были такие носители, как видеокассеты. Почему видеокассеты, а не флешки? Потому что видеокассета все-таки более наглядна. Так вот, медитация позволяет ощутить себя непосредственно пленкой. Не актерами, которые играют в фильме, который записан на эту пленку, это формы. Не самой картинкой, которая... Или настроением, которое создает этот контент, да, это контент, это информация. А именно пленкой, которая тоже для записанных на ней форм и контента является бесконечностью. Ну, то есть актеры в фильме, если убрать их как таковых, а ставить просто их актерами в фильме, они никогда не поймут, не постигнут суть пленки, да. Ну, то есть просто не дано, нету, это другое измерение для них. Единственное, как они могут достигнуть этого состояния, это через отслаивание или расслаивание со своей формой и контентом, да. То есть приближение к пленке. Ну, и последний пример, который хочу привести, вот это свеженькое для тех вот, чтобы чисто вам к мыслям, чтобы вот сживаться с этими понятиями, что это абсолютно нормальное состояние. Состояние ресурсное, в которых... Которыми ты напитываешься. Которые скорее... Выглядит как будто, ну, ощущается, как будто они напитывают. Но на самом деле они разгружают. Потому что если вы пронаблюдаете, то у вас всегда полно ресурса. Вы его не тратите. Вы просто загрязняетесь или засоряетесь, или загружаетесь. Вот. Так вот, медитация и спокойное состояние позволяют разгрузиться, вернуться в ресурсное состояние. Так вот, последний пример, который хочется привести, это пример с носителями. То есть, что мы такое? Мы, внимание, владеющие памятью. И возможностью оперировать в этой реальности. Руки, ноги, все-таки. Рот, тела. Жила-была. Вот. Так вот, скажем так, если забрать память, что останется? Ну, мало что останется. Останется внимание. Останется оперативность. Оперативность, да. Вот. Важно понимать, что та реальность, в которой мы проживаем, она в какой-то мере нас использует. Как и все мы друг друга используем. Взаимовыгодно, естественно. И взаимонезаменимо. И взаимонезаменимо. И взаимонезаменимо. Короче говоря, не сможем мы тут без друга, по сути. Ну, может быть, сможем, но это уже будем не мы. Вот. Во всяком случае, в том виде, в котором мы друг друга знаем. Поэтому последний пример, наверное, оказался не лучший. Вот. Но это специально для того, чтобы ты покритиковал. А то видишь, как все так красиво стелется, что тебе даже слово вставить не получается. Поэтому вот, пожалуйста, развали немножко последний наш пример. И вырази свои мысли, если они есть.